Рыба, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас в начале месяца это восьмерка кубка. Восьмерка кубка говорит о том, что вы уже в начале месяца, у вас будет такое состояние, просто все оставить и уйти. Постарайтесь, да, может здесь нужно от чего-то освобождаться из прошлого, может от каких-то ваших мыслей, от каких-то ваших воспоминаний, но просто уйти и все оставить не нужно. Может здесь еще и те, которые находятся в отношении, может быть, если вы понимаете, что может еще что-то исправить, то это нужно сделать уже в начале. Если вы понимаете, что ваши отношения уже дошли до конца, и нету там возможности что-то восстановить, то вы можете это спокойно делать. Все зависит от вашей ситуации, в какой вы находитесь. Но здесь вот будет такое состояние, что вы хотите все просто уйти, оставить и ни к чему не вернуться. Давайте посмотрим следующая карта. Это девятка жезла. Знаете, почему-то здесь показывает, как будто кто-то хочет войти в ваше пространство. Это какая-то прошлая ситуация или может какие-то прошлые людей, но они не могут до вас достучаться, как будто вы закрыты. Может быть, знаете, некоторые даже энергетически себя защищали, может некоторые даже заблокированы могут быть. Но то, что вы сохраняете свое пространство в начале месяца, то это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта для вас. И карта четверка жезла. Это говорит о том, что те, которые были в отношении, может быть, друг друга себя заблокировали, и да, и не могут себя. Но смотрите, здесь еще говорит о том, что у кого есть отношения, находятся люди в отношении, здесь как будто требуется какая-то гармонизация. Здесь как будто, может быть, кто-то попытается, может магическое воздействие войти в ваши отношения. И здесь вам требуется гармонизировать эти отношения и поставить защиту. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине. Туз жезла. Туз жезла – это ваше стремление, это ваше достижение, это только все, что в ваших руках. Это жезл, да, высшая сила дает вам, но для того, чтобы вы решили. Но у вас что-то почему-то все-таки касается это прошлое, да, что вы, может быть, находитесь в новых отношениях, да, но пока вы как будто вспоминаете ваше прошлое, да, у вас как будто нет освобождения от каких-то прошлых воспоминаний. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это девятка кубков. Смотрите, девятка кубков говорит о том, что это ваше изобилие. Еще эта карта говорит о том, что не нужно сильно хвастаться, да, если даже у вас получается и в работе, и в отношении, и в ваш бизнес, да, что-то, вам не нужно это сделать, да, ничего никому рассказывать не стоит, потому что вы сами можете из-за этого страдать, да, вы сами можете это потерять. Вот все-таки здесь нужно не повышать вот именно нос высоко, а постараться для себя, если даже это получается, радовайтесь, да, защищайте это свое. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это верховный жрец. Мужчины, смотрите, если вы в отношении, то рядом с вами есть такая мудрая женщина, есть такая женщина, которая вас может поддерживать, да, она очень такая, у нее интуиция, очень хорошо разведка. Женщины, это вы сами такие, да, вы сами такие мудрые. У вас идут новые возможности, но почему-то какие-то постоянно новые испытания, да. Хочу сказать еще, может быть, те, которые находятся в отношении, постарайтесь не обходить других отношений тайными. Здесь тоже карта может говорить о тайных отношениях. И здесь вы можете, если вот поступить как в прошлом, то вы можете вашу, может вашу стабильность потерять. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Для вас это карта влюбленная. Вот через вашу вот эту любовь, через ваши эти чувства, да, вы сможете сделать какой-то правильный выбор. Вот мужчины и женщины, если имеете тайные отношения, то вот в июле месяца все-таки вам стоит выбор сделать. Все-таки под конец месяца вам нужно будет, знаете, брать вот все ответственность себя и закрыть что-то из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Рыцарь кубков. Плыть по течению. Плыть по течению, как рыбовой воде, да. Дать себе возможность сделать этот правильный выбор. Вот не нужно, да, сильно себе высоко поднять, что у вас все получается. Вот дайте себе вот эту мудрость, вот это понимание, что бывает иногда и мы сами неправы. Бывает иногда и мы сами какие-то ошибки делаем. Поэтому много могут быть и испытания у вас. Могут быть даже в июль месяц какая-то вот проверка свыше для того, чтобы вы посмотрели, какой выбор будете делать, какие шаги вы будете делать, как вы будете общаться, да. Давайте посмотрим карта совета. Что вам высшие силы советуют? Что вам скажет вам король мечей, ваша хладнокровенность? Так и мужчина, и женщина, вам нужно четко осознать. Если вы находитесь в отношении, то именно вот отношения тайные вам нужно просто оставить в прошлом. После того, все-таки нужно выбирать те отношения, которые у вас есть стабильные, которые вы имеете гармонизацией, да, которые у вас есть стабильность, которые у вас есть доверие к друг другу, да, которые вы сами, да, вы можете даже, если вы, у вас нет эти чувства, это любовь, но все-таки поддержка друг друга есть, доверие, да, у вас есть. Поэтому, смотрите, просто расчищаем свой путь, да, выбираем правильный, да, вот это делаем выбор, и у вас, да, все пойдет, как, ну, как мы сказали, как по воде, как рыба в воде, да, будет по течению плыть. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.